Здравствуйте, друзья! В Новосибирске очень много компаний, которые производят качественное оборудование, отопительные котлы, банные печи, камины. И сегодня мы находимся в гостях у одной из старейших компаний, компания НМК. И мы приехали за тем, чтобы увидеть новинку, просто невероятную банную печь. И я попрошу Севастьяна рассказать нам о ней. Добрый день, друзья! Да, наш завод выпустил новинку. Я купил чугунную печь, банную Сибирь-25, премиум класса. Она отлита из чугунной топки, полностью 12-миллиметровой толщины, цельнолитая топка. То есть не нужно ее ничем промазывать для сборки, печь уже готова. Единственное, у нее верхняя крышка, она тоже чугунная. О, невероятно тяжелая просто! Да, шипы у нее отлиты на нижней части для равномерного прогрева по всей площади. То есть, благодаря данным шипам, каменка в течение 60 минут прогревает камни до 600 градусов. То есть, печь прогревает саму себя и еще и камни прогревают всего за час? Да, да, всего за час в закрытой каменке, потому что печь комплектуется сеткой и сеткой с закрытой каменкой. Ну и дальше вот, также в облицовке и в натуральном камне. То есть, по сути, это та же самая печь, которая спрятана за большим кожухом, но и сверху нее, еще сверху каменки установлен короб, который наполняется большой массой камней и работает уже как закрытая каменка. Да, все верно, все верно. Вот он, собственно, короб. Короб стальной, из 8 миллиметров, достаточно толстый металл для того, чтобы сохранять тепло в каменке. Если уже говорили про металл, то наверняка наши зрители, зрители канала Fornax Film, помнят, с чего начиналась история этих банных печей. Она начиналась вот с таких металлических, невероятно тоже тяжелых печей, у которых стенки изготовлены были из 8-миллиметровой стали. Не-не-не, Евгений, из 12 миллиметров. 12 миллиметров. Мы толщину не изменили, принципиальная разница между первой печкой и чугунной новинкой, разница только в материале. То есть, первая из стали, а новинка из чугуна. Толщина осталась вся та же, все комплектующие, отбойники, колосниковая рамка, все из 12 миллиметров. Изменился только материал, то есть толщина не поменялась. Вы обкатали конструкцию на обычном металле, поняли, что печка хорошо работает. Да. Да, на обычном, но очень толстом металле печка хорошо работает. И потом уже решили укрепить конструкцию, сделать топку цельнолитой, но дополнительно уже добавили на боковые стенки ребра жесткости и вот эти элементы, которые также отвечают за отвод тепла от топки. Правильно? Да, да, все верно. Но на стальной печи они тоже были реализованы, они тоже были приварены, тоже есть ребра жесткости. То есть, здесь конструкция принципиально отличается именно от того, что она из чугуна и самое главное, что это цельнолитая. То есть, мы избежали сборной конструкции, она, печь у нас уже готовая выпускается. У нас печь, она состоит, вот я покажу на примере стальной, то есть, разницы, как я сказал, что нету, просто одна стальная, вторая чугуна. Покажу на примере стальной. У нас печь состоит из трех частей. Это основание на ножках, на него монтируется квадратный короб из 12 миллиметровой толщины. То есть, это все промазывается вот здесь вот на герметик по кругу. И чугунная вот эта верхняя крышка, вверх, тоже на герметик промазывается. Что у стальной, что у чугунной печи. То есть, у нас промазывается печь на герметик только в двух частях. Ну, то есть, сложностей со сборкой боковых стенок уже никаких не будет. Абсолютно, минимально. Установили на основание саму топку, естественно, предварительно промазав герметиком. Затем промазали герметиком вверх топки и установили корзину каменки. Все, печь спустя какое-то время уже будет готова к тому, чтобы ею пользоваться. Да, все верно. По поводу комплектаций. Доступны ли какие-то еще другие размеры? Или она вот пока вот в единственном числе, когда печь работает, наверное, в парилках до 25 кубических метров? Печь у нас, она пока готова до 25 кубических метров. Чугунная появится обязательно Сибирь 40. Будет отапливать до 40 кубических метров. Также печи, они будут оснащены дверкой со стеклом 545 на 545 чугунная. И большая панорамная дверца 700 на 700. Вот она у нас представлена. Можем тоже вам ее посмотреть. Покажем зрителям, это просто огромная дверца. Эта печь должна стоять в невероятно больших банях с огромной комнатой отдыха, в которой будет отдыхать большая компания, либо большая семья. И через эту, кстати, дверцу тоже много очень инфракрасного тепла будет отдаваться в комнату отдыха. Также даже в самые лютые морозы эта печь будет протапливать не только парильное помещение, но и дополнительно отапливать комнату отдыха. А давайте поговорим еще о марке чугуна. Какой чугун используется у вас при лике? Марка чугуна СЧ-10, СЧ-20 используется в этих печах. Ну и, собственно, все. Это серый чугун. Чего, так скажем, может бояться эта печь? Какие могут быть ограничения? Ну, в руководстве указан вид топлива древесный, что это дрова, береза. То есть углем печь нежелательна. Да, конечно, температура горения угля гораздо выше. Возможно, печь прогреет помещение чуть быстрее, чуть быстрее нагреются камни. Но при этом, конечно, есть риск того, что печь начнет выходить из строя чуть быстрее. Но вот в существующем виде, с толщиной стенки 12 миллиметров, ну, я не знаю, сколько десятилетий должно пройти, прежде чем что-то с этой печью может произойти. Ну, завод-изготовитель дает гарантию 10 лет на всю топочную часть, на всю конструкцию абсолютно. Это такая же гарантия и дается на стальную печь. То есть, почему мы решили все-таки выпустить чугунную? Потому что стальная она тоже, то есть по надежности не может быть никаких сомнений абсолютно. 12 миллиметров по кругу, все комплектующие полностью. Запатентована система сварки швов, двойные швы с внутренней стороны топки, снаружи. Но есть все равно любители чугуна, да, то есть нам запросы поступают на чугунной печи. И мы решили предоставить выбор, почему бы и нет. То есть, хотите стальную, ставьте стальную из 12 миллиметров в чугунную. Чугунную, значит, гарантия, завод дает гарантию одинаковую. 10 лет на стальную топку толщиной 12 миллиметров, 10 лет на чугунную топку толщиной также 12 миллиметров. Для каких режимов рассчитана эта печь? Эта печь в основном рассчитана, конечно, для режимов русской бани. В основном. Почему, даже если смотреть на стальную печь, почему мы сделали все-таки верхнюю часть изначально, даже на первой печке, мы сделали верхнюю часть чугунную. Потому что туда закладываются камни. Не нужно, чтобы они именно прогревались быстрее и дольше держали температуру. Температуру они дольше держат за счет теплоемкости нижней поверхности чугуна. То есть нагревается нижний слой камней, передает тепло на верхний слой. И закрытую каменку, повторюсь, мы сделали ее специально из 8 миллиметров, чтобы она тоже долго держала тепло. Как ранее я говорил, что печь в течение 60 минут, даже до 60 минут, прогревает камни до 500-600 градусов. При такой температуре камни, конечно же, выдают эффект мелкодисперсного пара именно русской бани. Ну, то есть вполне реально достичь тех заветных 60 градусов парной и влажности в 60% с помощью этой печи примерно за 60 минут. Абсолютно, абсолютно, да, все верно. Дополнительно, тем более, если она комплектуется натуральным камнем, природным, камень имеет тоже теплоемкость, имеет толщину. То есть в природной, в облицовке из природного камня, камень еще дольше держит тепло. Поэтому ее, если топить даже часа 2-3, эту печь потом не остановить, у нее просто бешеная теплоемкость. Ну, то есть это идеальная печь для долгих посиделок в бане, когда можно не торопясь наслаждаться банными процедурами и приятно проводить время еще в комнате отдыха, любуясь игрой пламени через панорамную дверцу. Абсолютно верно. Я предлагаю разобрать печь, посмотреть внутренности, потому что там тоже много интересного. Отлично, давайте. Снимая чугунную крышку, мы перед собой сразу видим отбойники пламени. Они съемные. Обращаю внимание, что отбойники из стали. 12 мм тоже. И они входят в срок гарантии. Вот таких вот два составных отбойника. Они упираются на специальные упоры для них. То есть мы вот таким образом не монтируются. По идее отбойник можно переставить и на заднюю часть. То есть вот этот основной монтируется в любом случае в середину. Ага, кстати, есть одна очень интересная, но не знаю, насколько эта особенность задокументирована. То есть так как у нас печь сборная, то есть возможность переставить каменку таким образом, чтобы выход дымохода находился не у передней стенки печи, а у задней. То есть в этом случае монтаж дымохода, монтаж печи будет существенно проще. Особенно это актуально наверняка для бань, в которых стенки выполнены из огромного кругляка. Да, да, все верно. То есть перевернусь, и здесь система отбойников перекидывается. Не нужно ничего менять, сделать новую печь, то есть уже готовая система. Передний отбойник перекидывается назад, и у нас перевернута система печи. А вот в задней части печи я вижу, есть отверстие. Это система вторичных дожигов газа. То есть все, что не сгорело, все дымовые газы здесь дожигаются. Да, все верно. Поступает воздух через специальное отверстие, реализованное на задней стенке печи. Попадает воздух под верхнюю часть камеры сгорания, и под давлением у нас догораются вторичные газы. Что увеличивает КПД печи. Оно и так очень высокое, не ниже 80%. Данная система, она только увеличивает эту систему, и делает печь эффективнее. А что можем сказать по поводу колосниковой зоны? Колосники же это тоже та часть, которая принимает на себя просто львиную, такую огромную энергетическую нагрузку. И они первыми выходят из строя, в принципе, в любой печи. Это, конечно, расходный материал, но тем не менее, как здесь колосники работают? Давайте посмотрим. Для этого мы уберем отбойники. Колосник тоже из серого чугуна. Он кладется на колосниковую рамку. Вот такая колосниковая рамка тоже из 12-миллиметровой толщины, и тоже входит в гарантийный срок. То есть даже часть колосниковой зоны является также неотъемлемой частью топки, и также входит в гарантию в 10 лет? Конечно. Конечно. И у стальной, и у чугунной печи колосниковая рамка входит в гарантийный срок. Но колосник, как вы уже сказали ранее, он как расходник, поэтому в гарантии у них. Обратите внимание, что печь действительно мощная и требуется очень много воздуха для горения дров. Поэтому здесь применяется такой полноразмерный колосник, через который проходит очень много воздуха. И горение равномерно происходит по всей площади топки. Достаточно емкой топки. Мы поддерживаем, продолжаем своей традиции. Наша печь Сибирь-25 имеет глубину топки 45 см. То есть можно полноразмерными дровами практически до 50 см ее топить? Да, да, все верно. Ну вот здесь нам видит топливный канал. Скажите, есть ли возможность его нарастить? Да, конечно, конечно. Мы изготавливаем уже готовые топливные каналы. Скажу вам, более того, у нас есть два базовых размера на заводе. Мы изготавливаем топливный канал 30 см. Я имею в виду длину от топки до начала дверцы. И удлиненная модель, удлиненный вариант 40 см. Поэтому при желании можно заказать абсолютно любой длины топливный канал. Но это уже какие-то дополнительные сроки по изготовлению. Ну то есть это нужно оговаривать при заказе печи? Да, да, конечно. То есть в базовой комплектации у нас входит два размера топливного канала. Длиной 30 см и 40 см удлиненная модель. Ну опять же это особо актуально будет для владельцев больших бань. С массивными стенками между парной и комнатой отдыха. Да, да, все верно. Демонстрируем глубокую емкую топку, о которой мы говорили ранее. Посмотрим изнутри. Зольный ящик. Просто невероятный. Огромный зольный ящик. Печь мощная и будет много золы, конечно. Да, да, конечно. Ну и здесь тоже видно, что дверь тоже очень качественно выполнена. Под стеклом уложен керамический шнур. Все на герметике. Еще дополнительно шнур проложен по периметру дверцы, что в принципе как бы обеспечивает герметичность топки. А все управление поступающим воздухом происходит вот с помощью вот этой вот задвижки. Что ж, Севасян, спасибо большое за подробный рассказ об этой печи. С нетерпением ждем, когда она появится в розничной сети Форнакс. Следите за новостями в наших соцсетях. Заходите почаще на сайт форнакс.ру. И желаем компании НМК успехов. Спасибо. В развитии своей линейки новых банных печей. Спасибо, Евгений. Рады будем вновь к вам приехать в гости. До новых встреч. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»